В минувшие выходные Харциск отмечал День Металлурга. Этот профессиональный праздник по массовости, популярности, уровню проведения нередко конкурировал с Днем Города. И не случайно, в Харциске о своей причастности к металлургии могут рассказать едва ли не в каждой семье. У нас есть семья металлургов, я, муж мой, мои родители когда-то работали на заводе, брат с семьей, так что это для нас праздник, ну как бы, близкий. Я работала на Армлите 25 лет, но для меня это праздник. На трубном заводе проработал 15 лет. Это было очень давно, это было еще в юности, так что чувствовать ли металлургом? Наверное, нет, потому что я больше проработала в Донбасс Энерго. А мы все отмечаем праздники. Все в Донбассе, тут и шахтеры, и металлурги, и все, есть родственники, есть друзья. Конечно, это общий праздник. Друзья металлургии, это праздник нашего города, это все же ремесло, которое должно жить и будет жить. И надеемся, что даже в эти такие лихие времена, оно не будет останавливаться. Большое количество наших горожан работало на наших заводах, на трубном, на канатном. Поэтому этот праздник, он истории, наверное, сколько существует Харциск. Ну не знаю, когда и кто его ввел. Ну в принципе, я считаю, что это так и надо, потому что наши жители, хоть и война сейчас идет, можно сказать. Но тем не менее, праздник должен быть. 18 июля на главной площади Харциска чествовали людей, имеющих власть над металлом. Глава городской администрации Василий Ткачук свой трудовой путь начинал на столепроволочном канатном заводе, поэтому к металлургам обратился как к коллегам. Да, сейчас очень тяжелое время, и наши предприятия приостановлены. Но я думаю, что мы все вместе с помощью нашего лидера Александра Владимировича, с поддержкой общественного движения Донецкая Республика, мы запустим эти предприятия, обязательно прорвем эту экономическую блокаду. И эти предприятия помогут нашему городу развиваться и цвести. С праздником в горожане, с праздником металлургим. Свои поздравления металлургам Харциска адресовали депутат Народного совета Клавдия Кульбацкая, руководитель исполкома Харцисского отделения общественного движения Донецкая Республика Александра Генерозова и первый заместитель руководителя исполкома общественного движения Донецкая Республика Алексей Муратов. Вокруг первого металлургического предприятия и начал зарождаться Донбасс. Еще полтора века назад, как твердый металл в огне жерла печей предприятий десятилетиями ковался этот твердый донбасский характер. Именно этот твердый донбасский характер не дал сломиться народу перед волей киевской нацистской власти. Именно этот твердый донбасский характер дал возможность построить и создать молодую Донецкую Народную Республику. Уверен, что именно этот твердый характер позволит нам восстановить Донбасс, победить, модернизировать существующие предприятия и построить новые заводы. Построить по-настоящему Народную Республику. На сегодняшних торжествах в Республике радость нередко соседствует с грустью. Трогательная колыбельная для ангела в исполнении талантливой харцизской скрипачки Софии Яковенко напомнила харцизянам, что война на Донбассе не окончена. Однако жизнь продолжается, и праздники даже во время войны нужны людям. И пусть на этот раз не было звезд эстрады первой величины, харцизяне благожелательно принимали выступления творческих коллективов города. Во всяком случае, задорные танцы и заводные песни в исполнении местных звездочек не позволили зрителям скучать в праздничный день. Редактор субтитров А.Семкин